Исследователи определили время заселения Денисовой пещеры разными видами людей. Антропология и археология 21 часть 30 Янв. 2019 сложность 4.6 Исследователи определили время заселения Денисовой пещеры разными видами людей. Артефакты, сделанные из костей, чей возраст датировали авторы. Катерина Дюка Исследователи определили время заселения Денисовой пещеры, где жили три вида людей, вымершие денисовцы и неандертальцы, и, гораздо позднее, люди современного типа. Две группы исследователей, опубликовавшие статьи в Nature 1, 2, определили возраст отложений и датировали останки людей и артефакты, найденные в разных частях пещеры. На основе полученных результатов и уже известных генетических и стратеграфических данных авторы определили, что денисовцы обитали в пещере 287-51 тысячу лет назад, а неандертальцы 193-79 тысяч лет назад. Денисова пещера находится на юге Алтайского края и известна тем, что здесь жили несколько видов людей. Археологические работы проводятся здесь с 1982 года. Пещера делится на три больших части Центральный зал, Восточная и Южная галереи, в каждой из которых скопилось по несколько метров отложений. За время раскопок исследователи обнаружили 22 культурных слоя, в которых были найдены останки неандертальцев и денисовских людей, ассоциированные с ними артефакты, кости животных и остатки растений. Геном шести человек женщины-неандертальца, четырех денисовцев и девочки-подростка, дочери неандерталки и денисовца удалось расшифровать. Зная последовательность генома и анализируя скорость возникновения мутаций в митохондриальной ДНК, ученые определили примерный возраст этих людей. Некоторые останки ученые датировали с помощью радиоуглеродного анализа. Но этим методом можно достоверно определить возраст людей, живших максимум 50-60 тысяч лет назад, а Денисову пещеру люди заселили гораздо раньше. Однако сквозную датировку времени заселения пещеры исследователи пока не проводили. А. Местоположение Денисовой пещеры. В. Схема внутреннего устройства пещеры. З. Джейкоб З. Дал. Нейчер. 2019 поделиться. Чтобы прояснить этот вопрос, австралийские и российские исследователи под руководством Ричарда Робертса из Университета Вулангонга определили возраст отложений в Денисовой пещере с помощью оптического датирования. Этот метод позволяет определить время, когда минерал последний раз находился на свету. Ученые взяли 103 пробы из слоев в Центральном зале, Восточной и Южной галереях. Древнейший из них появился более 300 тысяч лет назад. Полученные результаты ученые соотнеслись данными из других исследований возрасте неандертальцев и денисовцев, которые определяли генетически, и возрасте артефактов, которые определяли стратографически. По совокупности данных исследователи определили время заселения пещеры. Денисовцы появились первыми, около 287 тысяч лет назад, и периодически селились здесь на протяжении 200 тысяч лет. Последние денисовские люди жили в пещере около 55 тысяч лет назад или даже позже. Неандертальцы населяли пещеру в период 193-97 тысяч лет назад. Во второй статье ученые из России, Австралии, Великобритании и Германии под руководством Тамаха Яма из Оксфордского университета изучили с помощью радиоуглеродного анализа 40 образцов древесного угля и артефактов, сделанных из костей животных. Также ученые проанализировали 2,2 тысячи мелких обломков костей с помощью масс-спектрометрии и выяснили, кому они принадлежали, по составу коллагена. По-другому определить их видовую принадлежность было невозможно. Оказалось, что три фрагмента костей принадлежали людям. Ученым удалось их датировать и для одного из них они определили последовательность митохондриальной ДНК, останки принадлежали неандертальцу. Денисова 15. Наконец, авторы проанализировали митохондриальную ДНК не из останков древних людей, а из осадочных пород. Затем они скомбинировали свои результаты с данными оптического датирования с первой статьи и полученными ранее генетическими и стратеграфическими данными, и построили модель, описывающую возраст человеческих останков и время заселения Денисовой пещеры. А. Культурные слои в Центральном зале, слева, Восточная галерея, в центре, и Южная галерея, справа. Красным цветом показаны останки денисовцев или их ДНК в отложениях, синим цветом останки или ДНК неандертальцев, серым пока не опознанные виды людей, нет генетических данных. В. Останки денисовцев, в рамке красного цвета, неандертальцев, в рамке синего цвета, девочки-гибрида, в красно-синей рамке, и пока не опознанных видов людей, в серой рамке. К.ДУКО ЭТАЛ. Нейчер. 2019 поделиться. Расчеты показали, что старейшая денисовская женщина, Денисова, 2, чьи останки нашли в одном из нижних стратеграфических слоев пещеры, жила 122,7-194,4 тысячи лет назад. А самая юная денисовка, Денисова, 3 жила 51,676,2 тысячи лет назад. Ученые назвали ее женщиной Ха, она была первым денисовским человеком, чей геном расшифровали и по нему обнаружили новый вид людей. Оба неандертальца, женщина, Денисова, 5, чей геном секвенировали ранее, и Денисова, 15, чей митохондриальный геном расшифровали авторы статьи, жили примерно в одно время, 90-130 тысяч лет назад. А древнейшие отложения, в которых нашли митохондриальную ДНК и неандертальцев, и денисовцев, сформировались около 190 тысяч лет назад. В отдельных случаях авторы меняли параметры модели, так, стратеграфически девочка-подросток, Денисова, 11, дочь неандерталки и денисовца, была старше неандертальской женщины, Денисова, 5. Ее останки нашли в слое, образовавшемся 115-140 тысяч лет назад. Но судя по генетическим данным, она была гораздо моложе. Исследователи поменяли параметры модели и получили более релевантный результат 79,318,1 тысяч лет. По-видимому, останки Денисова, 11 оказались в более раннем слое в результате переотложения. Время заселения Денисовой пещеры неандертальцами и денисовцами. Поделиться. Кроме того, исследователи датировали несколько кулонов и наконечников, сделанных из кости. Их изготовили в разное время от 32 до 48 тысяч лет назад. В этот же период времени, 43-47 тысяч лет назад, в Западной Сибири жили люди современного типа. Бедренная кость человека современного типа была найдена около села Усть-Тиши. Возможно, что сапиенцы дошли и до Денисовой пещеры, но прямых доказательств этому пока нет. Ранее генетики построили модель расхождения неандертальцев и денисовцев и выяснили, что эти виды людей разошлись раньше, чем полагали исследователи. В зависимости от параметров время расхождения соответствует 616 или 744 тысячам лет назад. Согласно предыдущей гипотезе, денисовцы и неандертальцы отделились от предковой группы 500-600 тысяч лет назад. Екатерина Русакова Изначально в заметке была допущена ошибка. Упоминалось, что люди современного типа жили в Денисовой пещере, начиная с конца плеста цена. На самом деле доказательств этому нет. Редакция приносит свои извинения читателям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова